Я рад вас видеть в этом зале сегодня. Я рад, что события, которые происходят в этом мире, они не мешают людям здесь собираться. И, в общем, я на это очень рассчитывал. И про это я, собственно, сегодня хотел бы поговорить. Про взаимоотношения между IT, между интернетом, между высокотехнологичной отраслью и общей политико-экономической ситуации, военной ситуации. То есть, насколько такая военная ситуация для интернета и для сферы высоких технологий, насколько она вредна смертельно или, наоборот, в каком-то смысле полезна. Потому что по этому поводу за последние, скажем, полвека накопился довольно разный опыт в разных странах. И имеет смысл просто на этот опыт посмотреть, для того, чтобы оценить, что из него применимо в конкретном случае, например, в случае Украины. Значит, прежде всего, есть такая поговорка известная, кому война, а кому мать родна. И надо вам заметить, что к сети интернет эта поговорка относится довольно в буквальном смысле. Потому что, если бы не Карибский кризис, если бы не вооруженное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, то те деньги, на которые интернет, по большому счету, создался, они бы для начала просто не были бы выделены. Интернет создался из страха, возникшего в Карибский кризис, что советская атомная бомба упадет на Вашингтон... Сейчас мы разденем носиком на сцене, просто как бы... Поскольку торопились, но неправильно в куртке. Всем здрасте. Извиняюсь. Что советская атомная бомба, если она упадет на Вашингтон, на Пентагон, на штаб-квартиру американского военного ведомства, где находится центральный компьютер, связывающий воедино всю компьютерную сеть Пентагона, американской армии, то вся сеть будет выведена из строя попаданием, повреждением одного компьютера. И необходимо построить архитектуру распределенной сети, в которой, если в один компьютер попала бомба, то отряд не заметил потери бойца. Все остальные компьютеры продолжают между собой взаимодействовать, как если бы этого выпавшего звена не было. Потребность в такой распределенной архитектуре была исключительно военного характера. Она исключительно касалась вопросов связности различных оборонных учреждений, различных военных баз, расположенных по всей территории Соединенных Штатов и по всему миру. Таким образом, те исследования распределенной архитектуры, из которых вырос последствия интернет, они были профинансированы деньгами организации агентства, входящего в состав Пентагона, и в структуру Пентагона под названием DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. То есть, агентство исследования продвинутых оборонных проектов. Собственно, оттуда взялись деньги на интернет. Никому не приходило в голову, что к этому интернету будут подключаться коммерческие структуры, домохозяйства, даже на первом этапе и научные учреждения. То есть, это был чисто оборонный проект, и если бы не потребность защититься от оружия массового поражения противника, то этих денег бы не было, и эта сеть бы не была построена, и не перекинулась бы она впоследствии на академические структуры, потом на коммерческие, а потом дошла до каждого потребителя. Таким образом, можно сказать, что вообще интернет появился на свете благодаря войне, благодаря страху войны, благодаря оборонным бюджетам. И если мы посмотрим на историю развития IT всей высоких технологий и интернет, в частности, технологий в государстве Израиль, то более или менее это будет прямое продолжение истории про то, как интернет появился благодаря Пентагону, благодаря американской армии, стремящейся увеличить свою обороноспособность. В государство Израиль, как мы помним, провозгласило свою независимость в мае 1948 года, и в тот же день, как она была провозглашена, армии пяти соседних арабских государств вторглись на территорию Израиля с тем, чтобы его уничтожить. И началась первая из войн Израиля, и в той или иной форме вооруженное противостояние с соседями длится с тех пор уже 67 лет. И на этом фоне, как вы знаете, возникла и развилась очень продвинутая сфера IT, очень успешно развиваются в Израиле интернет-компании, интернет-технологии. В принципе, в этом зале нет ни одного человека, который бы не пользовался в повседневной жизни продуктами израильского IT, будь то там Pentium, процессор для мобильника, интернет-телефония, и там, этот самый, модули для выхода в интернет под Windows и так далее. Есть, ну, собственно, что я вам рассказываю, все прекрасно знаете, до какой степени технологически развит Израиль, и в этом есть, безусловно, безусловно, есть свой вклад, внесла в эту войну, и выстроенная Израилем для того, чтобы в этой войне выстоять, оборонная промышленность. Когда я, и тут дело не только в том, что, вот как в случае с ДАРПой, что оборонная промышленность, что у нее было много денег, на эти деньги развивались какие-то, какие-то военные приложения, которые потом вышли в гражданский сектор, и там нашли себе тоже применение. Это, безусловно, важно, но это как бы на поверхности, но при этом, при этом, как бы, не надо переоценивать важность, да. Мы много слышим на разных айтишных ярмарках про то, что вот купите технологию, которую израильская армия разработала под себя, но я, когда пытаюсь вспомнить, там, примеры таких технологий, которые получили успех и распространение на гражданке, то более или менее то, что мне вспоминается, это глушилка для мобильных телефонов, которая используется в концертных залах и кинотеатрах. Она действительно армейская разработка, которую действительно удалось продать в большое количество мест, где мобильные телефоны проще заглушить технически, чем просить людей их выключить. Да, к большому счету, не то, чтобы вот оборонные технологии, там, какие-нибудь там беспилотные летательные аппараты, производимые в Израиле, или реактивные самолеты, чтобы они нашли себе какое-то гражданское применение. Не в этом, по большому счету, дело. Дело несколько в другом. Я, когда приехал в Израиль, то первым моим местом работы была вторая по величине израильская ежедневная газета под названием «Маариф». Это были времена, когда еще ни Макинтоша в нашем современном понимании не было, не имела большого распространения системы Windows. То есть, по большому счету, все работали в терминальном режиме. То есть, пользователи персональных компьютеров в основном на MS-DOS. А газета «Маариф» со всеми своими шестью этажами, она была вся подключена к одному мейнфрейму, от которого все компьютеры, на которых писали журналисты, верстались полосы, собирались объявления. Они были терминалами одного мейнфрейма. Это была очень сложная архитектура, такая на шесть этажей. Такой спрут, причем не только на шесть этажей, но и офисы в Хайфе, и офисы в Иерусалиме. Собственно, редакция была в Теравиве. А офисы в Хайфе и в Иерусалиме, соответственно, за 90 километров и за 63 километра от центрального офиса, они тоже были терминалами этого мейнфрейма, находящегося в центре Теравивской промзоны. Это очень сложная архитектура. Меня сразу заинтересовало, а кто же ее так строил? Откуда же, кому пришло в голову построить такой улей для одной ежедневной газеты в стране с населением тогда меньше 6 миллионов человек? Кто придумал? И когда я стал разбираться, то оказалось, что эта система, до того, как она начала обслуживать газету «Маариф», обслуживала военный аэродром. На вооружении стояла у израильских ВВС. А израильские ВВС, в свою очередь, закупили ее в Великобритании. И, собственно, интересный вопрос. А каким образом компьютерная сеть, обслуживавшая военный аэродром, могла попасть в редакцию гражданской газеты и быть там внедрена, и быть переприспособлена с нужд диспетчерских и авиационных, переприспособлена на нужды издания газеты? А «Ларчик» открывался довольно просто. Существовал один человек, вообще без никакого базового образования, который в 18 лет был призван в армию, просто техником обычным попал на аэродром, обслуживал, соответственно, всякие там технические узлы и заинтересовался компьютерной системой, которая там была, и сам ее в свободное время из любопытства выучил. И стал сисадмином в этом аэропорту. И когда он демобилизовался, когда он ушел на гражданку и устроился сисадмином в газету «Маариф», и увидел, что там, как бы, настало время компьютеризации, потому что еще набирают все вручную, то он притащил в «Маариф» из аэродрома, вернее, купил там же, где раньше купил аэродром в Великобритании. Вот это вот мейнфрейм с терминалами и приспособил для нужд издания газеты. То есть, по большому счету, очень важный вклад оборонки и войны в гражданский сектор, это не то, что прямо вот технологии и технологии, а это люди, которые благодаря развитию оборонки получают огромный опыт работы с инструментарием, которого в гражданском секторе нет. И после того, как эти люди сами попадают в гражданский сектор, то вслед за ними туда попадают некие технологии, знания о которых есть у этих людей благодаря всеобщей воинской обязанности. Собственно, если вы вспомните такого крупнейшего в мире инфраструктурного провайдера, который называется Акамай, на котором хостятся данные и Фейсбука, и Яху, и, собственно, это первый в Америке хостер больших массивов, то человек, который его придумал и технически разработал, был как раз офицер израильской армии, и, собственно, тоже офицер айтишных подразделений, даром, что, в общем, в Калифорнии было и без армии обороны Израиля, кому придумать системы облачного хостинга. Но вот, тем не менее, вот этот господин Левин, который, к сожалению, погиб 11 сентября в одном из самолетов, врезавшихся небоскребы, он именно построил технически этот Акамай, основываясь на знаниях и пониманиях технологий, которые он получил в армии. То есть самое главное достоинство ситуации милитаризованной, ситуации, когда страна воюет и воюет высокими технологиями, состоит в том, что эта армия готовит большое количество кадров, для сферы высоких технологий. Такое количество, которое индустрия бы, наверное, на свои деньги подготовить не могла бы. И на этом, собственно, заканчиваются, наверное, положительные эффекты войны для айти-отрасли. И настало время поговорить об эффектах отрицательных. И тут уже мы Израиль оставим и перенесемся в Россию. Значит, Россия последнего года является тем местом, где нам наглядно демонстрируют, каким образом военная ситуация, ситуация политической и экономической нестабильности, каким образом она может оказаться для интернет-отрасли, для интернет-индустрии смертельной. Собственно, для того, чтобы мы с вами тут не увязали в спорах о том, насколько эта нынешняя ситуация последнего года для русского интернета вредна, есть индикаторы, которые просто работают как градусник. Просто можно открыть любую программу, предназначенную для слежки за курсом акций, и посмотреть там такие активы, как Яндекс и Мэйл.ру. Это крупнейшие российские интернет-активы. Яндекс – самая крупная медиа-компания России. У него больше и оборот, и выручка, и прибыль, чем у Первого канала, и аудитория тоже больше. В феврале 2014 года курс акций Яндекс на Насдаке составлял 45 долларов за акцию. Долговые расписки Мэйл.ру котировались по 42 доллара. На сегодняшний день Яндекс стоит 17 и падал уже до 14, а Мэйл.ру, собственно, стоит те самые 14-15. То есть, по большому счету, у нас за последний год флагманы российской интернет-экономики обесценились в три примерно раза. И это довольно ощутимое падение, которое, понятным делом, транслируется. При этом надо сказать, что это все произошло без оглядки на их финансовые показатели, потому что рост выручки они таки показывали, и рост аудитории они показывали, и отчеты они показывали хорошие, но уже именно из-за ситуации военной, из-за ситуации политической, из-за ситуации политэкономического бедствия уже инвестор вытаскивал оттуда деньги. Это просто наглядная иллюстрация, после которой, в общем, не надо вас долго уговаривать о том, насколько это больно, когда такие начинают дуть ветры, когда интернет-экономика, та, которая есть в России, это экономика мирного времени. Это экономика, весь праздник которой и весь рост которой рассчитан на то, что мы находимся в спокойном, стабильном обществе, в котором происходит определенный рост волового продукта каждый год, происходит определенный рост благосостояния граждан, растет внутренний рынок, благодаря росту внутреннего рынка увеличиваются, соответственно, расходы товаропроизводителей на рекламу, соответственно, весь этот интернет живет с кармана граждан и с расхода продавцов на то, чтобы в этот карман граждан залезть. Да, то есть живет он с транзакцией, которая прямо зависит от платежеспособности населения и с рекламой, которая прямо зависит от перспектив что-то этому населению продать. И вот когда у населения вдруг в кармане становится денег настолько меньше, насколько меньше стало в карманах россиян в связи с тем, что обесценилась сначала нефть, потом развалился рубль и началась нестабильность, паника, сокращение и так далее, это все для российского интернета имело последствия абсолютно однозначные. Никакого мобилизационного эффекта это не имело. Никакого импортозамещения, благодаря которому российский интернет бы поднялся и заработал на существующем кризисе не случилось, собственно для него не было ресурсов, потому что это был в общем, в общем РУНЕТ зависел от экономического благополучия. С исчерпанием и прекращением периода экономического благополучия, с наступлением периода нестабильности, тревожности, угроз и опасности, РУНЕТ стал схлопываться, причем во всех своих сегментах, то есть маленькие игроки, стартапы вообще потеряли всякий доступ к деньгам во всех тех местах, где они их обычно брали. Единственное место, где стартапы сегодня можно взять денег, это государство. Но вы понимаете, что такое стартап, финансируемый государством, это в каком-то смысле аксюморон. У стартапов нет доступа к деньгам. У площадок, которые жили с продажи рекламы, схлопывание бюджетов, там до 70% рекламных бюджетов просто закончились, и непонятно, чем их заменить и где взять новые. Площадки, которые жили с транзакционной активностью, то есть с покупок и трат, делаемых людьми, там тоже самые люди затягивают пояса, застегивают кошельки, и транзакционная активность падает. Соответственно, в больших компаниях мы слышим о сокращении штатов, о сворачивании проектов, о закрытии направлений, которые считались перспективными. Еще интересный, понятный тренд динамика. Вы понимаете, что люди много лет, ну то есть по меньшей мере, там с 11-го года, с 4 года, люди устраивались на работу в Яндекс.Мейл.Ру, специалисты серьезные, их душу грело то, что им рисовали опционную схему, в рамках которой, помимо зарплаты, они, владея опционами на ценные бумаги своих компаний, они благодаря этому еще и с ростом цены компании, они богатели. В день IPO Яндекса, например, образовалось в компании больше 200 долларовых миллионеров и около 300 человек, которые должны были стать долларовыми миллионерами в течение последующих трех лет. То же самое в Мейл.Ру, там тоже есть опционная схема, и там тоже все красиво очень росло. Вы понимаете, что все эти опционы превратились в тыкву. Вы понимаете, что люди, работающие в IT, им довольно тяжело существовать в климате сгущающегося вот этого мракобесия и государственной цензуры, которые сейчас происходят в России. Поэтому для того, чтобы не получить очень сильный удар от утечки мозгов, вот Гуглу просто, он сказал до свидания, друзья, и закрыл Гугл свои подразделения в Москве и Санкт-Петербурге, те, которые занимались разработкой. Но это Гугл. Не так просто сделать это российским игрокам, для которых эти подразделения являются центральными. Но они вынуждены открывать сейчас филиалы за рубежом для того, чтобы те сотрудники, которых они не хотят потерять, могли бы не жить в России, но работать по-прежнему в Яндексе и Мэл.ру. Так что это, в принципе, если вы думаете, что у вас тут плохо, то, может быть, может быть, каким-то утешением может служить, что у нас там, в общем, просветов особенно никаких не видно, если не считать государственные деньги, которые, на мой взгляд, они еще хуже, чем та проблема, которую они призваны решить. Так вот, собственно, я рассказал вам о двух ситуациях. В одной, в одной война, война идет интернету на пользу, война способствует его возникновению, развитию, наполнению кадрами и технологиями. В другом случае, война для интернета, для интернета гибельно-губительна, потому что она нарушает ту экологическую, экономическую систему, в которой интернет привык комфортно функционировать. И создает большое количество угроз и давления для отрасли, которая молодая, хрупкая, не имеет подкожного жира, и, в общем, ей это очень больно. Значит, что из этого, что из этого актуально, актуально, на мой взгляд, для Украины? Ну, что касается военных технологий, которые бы давали толчок развитию гражданского IT, ну, из того, что я слышал, мне кажется, что это не очень актуальная история, потому что, как бы, оборонка, как я понимаю, живет советскими наработками, в которых для IT большого места нету. Ну, если я просто чего-то не заметил, то вы можете меня поправить. Значит, что касается негативных последствий войны для IT-отрасли, ну, конечно, в общем, странно было бы, если бы мы их не замечали, потому что, естественно, и нестабильность – это отток денег, отток инвестиций, схлопывание потребительской активности, схлопывание рекламных доходов. То есть, все плохое, что может принести войну на рынку, я думаю, что украинские интернеты и IT-отрасли на себе ощущают. Ну, странно было бы, если бы это было не так. А вот что положительного тут может быть для национального IT? Ну, положительным может быть просто особенность высокотехнологичных отраслей с точки зрения их мобильности, с точки зрения их легкости к развертыванию, с точки зрения того, как, например, оживляли японцы японскую экономику в начале 50-х, когда действовала комиссия МИТИ, собственно, осуществившая этот поворот очень консервативного и архаичного японского государства в направлении высоких технологий. Почему Япония сделала это чудо благодаря высоким технологиям? Потому что они решили, что развивать высокие технологии легче, проще, дешевле, чем развивать тяжелую промышленность. Это можно сделать быстрее, что для этого как бы, что для этого не так важны расстояния, отделяющие Японию, как от рынков сбыта, так и от центров разработки. То есть, если в Украине образуется ответственное и сознательное правительство, думающее о перспективах восстановления национальной экономики после всего, что произошло, и в условиях, когда вы понимаете, что там сырьевые вот эти вот производства и архаичные производства, которые сегодня работают там по технологиям 50-летней давности, что более или менее время-то их истекло и в общем рассчитывать на то, что они страну прокормят, это было бы ну несколько самонадеянно, то в принципе самым логичным направлением развития национальной экономики в 21 веке является стратегическая ставка именно что на IT, именно что на интернет-индустрию как простую в развертывании, как отрасли для развития, которой очень много всего уже в стране готово, потому что мы знаем, что украинские специалисты в качестве офшорных программистов работают и на восточных соседей, и на западных соседей, где есть некоторое некоторое за полтора десятилетия накопленная экспертиза, это та отрасль, на которую, если будет осмысленный план и восстановление модернизации экономики, неизбежно будет сделана стратегическая ставка, то есть этого можно не делать в сытые обеспеченные годы, когда можно полностью полагаться на уголе, металлургию, но сегодня, как я понимаю, ситуация не та и в общем, если будет какая-то вразумительная программа восстановления экономики, я думаю, что интернету и IT в ней будет отведена центральная роль, но уже дальше это совершенно не зависит от меня, но, надеюсь, зависит от вас, сидящих в этом зале. Спасибо вам большое, спасибо, вот то, что я хотел сказать. Берем ли мы вопросы или нет у нас на это время никак? У нас еще есть 5 минут на вопросы, сейчас мы узнаем, где наш микрофон, кроме того, который есть на сцене, или мы можем, есть в зале, да, тут микрофон, если есть, по поводу вопросов, кто хочет вопрос задать? А можно микрофон, молодым еще? А где микрофон? Где микрофон? Не вижу. Ой, да, он сейчас микрофон уже на пол пути от канадской границы. Сразу два. Вот, этот считается действующим. Один раз. Ближе. В интервью для Лиганет не слышно? Ну, нет. То есть, мне это как-то слышно, а зала, боюсь, нет. Нормально. В интервью для Лиганет, я там прочитал, вы сказали, что Украина и какая-то среднеазиатская страна, не помню. Туркмения. Туркмения, да. Вот, две страны, где остался совок. Можно на живых примерах, это самое, ну, чем отличается та же Россия или другие там страны. Значит, речь не шла вообще о том, что в России что-то хорошо. Меня про Украину спрашивают. Проблема Украины заключается конкретно в том, что в Украине существуют определенные элиты, которые сегодня нам рассказывают про независимость, а до этого четыре года рассказывали нам про то, какой хороший Янукович на его же деньги. Элиты законсервированные с советского времени. Вы знаете, вот я в гостиницу сюда приехал прошлой ночью. Меня встречал мой брат, живущий в Киеве. В гостинице турист, его не пустили ко мне в номер, потому что он не прописан. Как вы думаете, где на постсоветском пространстве можно иметь номер в гостинице и нельзя родного брата туда пустить? В Белоруссии это может? Нет, не это самое, не показывать пальцами на других. Вы смотрите, где Совок? Где Совок? Вы пройдитесь по улицам киевским. Вот он, Совок. Вы посмотрите на уровень инвестиций в инфраструктуру. Вы посмотрите на закон о запрете показа по телевизору и в кино российских фильмов. Значит, Белой Гвардии, например, как антиукраинское произведение. Фильмов, уже показанных в украинском эфире и на украинском большом экране неоднократно. Вы поймите, когда государство определяет за вас, что вам читать, какие фильмы смотреть, потому что вы несознательный. Посмотрите Белую Гвардию и распропагандируетесь и станете колорадом. Когда государство так к вам относится, то это чистый, беспримесный Совок. Ни в какой европейской стране вы не найдете закона, запрещающего экранизацию Михаила Булгакова. Это немыслимо. Это европейцу в голову не придет, что он выбирал правительство, которое жрет его налоги для того, чтобы правительство рассказывало ему, какие смотреть фильмы, какие сериалы, чьего производства, какого года выпуска, на каком языке. Это не функция правительства вне Советского Союза. Это функция человека решать, на какой фильм он пойдет, а на какой не пойдет. Какой телеканал он будет смотреть, а какой не будет. Это в цивилизованном обществе, в европейском обществе. Если вы хотите в Европу, то вы должны быть как свекла от принятого закона о том, что правительство теперь решает, какой вам смотреть кино, а завтра будет решать, какие книги читать, а послезавтра какому богу молиться. Как это вообще может быть, как такое отношение к себе можно терпеть. А то, что 22 числа у вас сбежал Янукович, 23-го рада собирается, 238 голосов, принимает закон о статусе языка, вернее отменяет, других проблем 23-го февраля 2014-го года не было, кроме статуса языка. Вот это главное. Это совок, вы поймите. Самое главное это разобраться с символами, самое главное это не решить проблемы, которые реальные, актуальные, насущные, а какие-то совершить статусные показные действия. Вы знаете, скольких журналистов из российских демократических СМИ, которые освещали все нормально, совершенно по-человечески писали о том, что они видели. Корреспондентов Ленты.ру, РЕН-ТВ, Эхо Москвы, телеканал Дождь выслали из Украины, отняли у них визы и так далее. Это проходило по линии мстим москалям. Понимаете, и когда это обсуждалось на форуме, организованном здесь Кондарховским и Луценко, то вставали люди, представители правящих кругов, собственно, представители партии власти говорят, и правильно, и как мы будем с вами разговаривать, кого Путина не свергли еще у себя. Да, вот, это абсолютный совок. Это абсолютное непонимание того, что на дворе 2015 год, а континент, в котором хочется оказаться, называется Европа. А что у других не лучше, это гениальный аргумент. Но это абсолютно советский аргумент. Советский Союз всегда на разговор честный о его проблемах говорил, а у вас зато негров линчуют. Вот этот аргумент, он означает, что в голове 65-й год или 62-й год Хрущев бежит к Росскеннеди. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Я не все понял, я прошу вас, могу я вам продолжить этот развод? Да, конечно, безусловно. Безусловно, разговор за сценой абсолютно приветствуюсь. Антон у нас сегодня целый день на форуме, потому что в прошлом году он был поделен между нами и конференцией Ходорковского. Сейчас, к счастью, Ходорковский не приехал. И поэтому он будет сейчас доступен и потом после пресс-конференции. Все журналисты еще приглашаются на пресс-конференцию. Еще один вопрос есть? Давайте еще последний. Слышно меня? Здравствуйте. Чуть поближе. Антон, у меня вопрос следующий. Ближе вас не слышно взяли совсем. Спасибо. Значит, в последнее время социальные сети, интернет переполнен так называемыми вбросами, ботами и так далее. Скажите, пожалуйста, вы как отец-основатель Рунета, человек, который занимался различным медиа, видите ли вы какой-то вариант очищения интернета от вот этого всего шлака или в скором времени мы не будем находить ничего, кроме вбросов и каких-то фейков и невозможно будет вообще разобраться, где действительно актуальна информация, а где фейки? Тут тот самый случай, когда индивидуальные защиты работают лучше коллективных защит. То есть на уровне интернета в целом проблему ботов или проблему троллей, потому что это не обязаны быть автоматизированные боты, вычисляемые по алгоритму, это могут быть живые люди на зарплату гадящие, это проблема нерешаема в масштабах интернета. Их будет больше и больше. В масштабах любого отдельно взятого модерируемого сообщества эта проблема абсолютно решаема. Как вы знаете, в вашем фейсбуке ботов нет, потому что вы там определяете, кого забанить первый раз, как он открыл рот. Именно политики модерации, учитывающие присутствие ботов, учитывая присутствие вот этих заведомых вредителей, лично на уровне каждого модератора их можно победить. На уровне интернета в целом их есть, было и будет много. Если не политических, то коммерческих. Спасибо. Давайте поблагодарим Антона Носика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин